В этом видео я хотел бы рассказать про свой авторский способ определения сторон света по звездам в Южном полушарии. Дело в том, что сколько просматривал литератур на эту тему, сколько просматривал разных видеороликов, других источников, но кроме одного единственного созвездия, которое называется Южный Крест, ничего больше не смог найти. Но дело такое, что в осенний период времени года в тропических и экваториальных широтах данный метод не будет работать, поскольку в ночное время созвездие Южного Креста будет находиться за горизонтом. То есть мы его просто не будем видеть, соответственно не сможем вычислить направление на юг, если не будем знать никаких других созвездий. А о других созвездиях, к сожалению, в литературе нигде ничего не написано. По крайней мере мне не удалось такую информацию нигде найти. И вот задавшись целью я выяснил несколько звезд, по которым можно найти юг в том случае, если созвездие Южного Креста оказалось за горизонтом. И об этом я расскажу в сегодняшнем видеоролике. Итак, представим, что мы находимся в Южном полушарии, вблизи экватора. На часах у нас 12 часов ночи. И на календаре у нас 1 ноября. Мы смотрим на ночное небо и не можем найти Южный Крест. По понятным причинам, потому что он находится за линией горизонта. В данном случае его скрывает океан. Что делаем в этом случае? Нам необходимо найти созвездие Ориона. Оно достаточно заметное на ночном небе. И, в принципе, вы могли о нем услышать в одном из моих предыдущих видеороликов, посвященных ориентированию по ночному небу. То есть вот у нас Орион. Находим три звезды, которые составляют пояс Ориона. И проводим вдоль них прямую в сторону горизонта. Теперь мы ищем самую яркую звезду, находящуюся возле этой прямой. Этой звездой будет являться самая яркая звезда нашего ночного неба. Звезда называется Сириус. Вот она. Следующим шагом нам необходимо найти вторую звезду и, соответственно, вторую по яркости звезду нашего ночного неба, которая называется Конопус. Мы берем крайнюю звезду пояса Ориона и крайнюю звезду Ориона просто как созвездие. И проводим, опять же, через эти две звезды прямую в сторону горизонта. На этой прямой ищем самую яркую звезду. Вот она. Эта звезда называется Конопус. Созвездие Корма. Теперь нам необходимо провести прямую линию между этими двумя созвездиями в сторону горизонта. И отступить от Конопуса такое же расстояние по этой линии в сторону горизонта, какое расстояние между Конопусом и Сириусом. То есть, вот это вот расстояние откладываем в сторону горизонта по этой линии. Примерно получается вот так вот. То есть, опускаем перпендикуляр вниз. Вот это место ориентировочно у нас и будет направлением на юг. Проверяем. Как видим, метод работает. В южном полушарии, вблизи экватора, также, возможно, и такая ситуация, когда южный крест уже зашел за горизонт, а, значит, Орион и Конопус с Сириусом еще и за горизонт они появились. То есть, сейчас у нас, к примеру, 8 часов вечера, а на календаре у нас 1 ноября. Вот смотрим на южную часть неба и ни того, ни другого созвездия не видно. В этом случае можно, значит, в первом варианте просто подождать пару часов, когда появится Орион над горизонтом и уже дальше работать по моему методу. Либо же посмотреть на все небо и найти созвездие Кассиопеи. Вот буквочка W. О нем я тоже уже рассказывал в предыдущих видеороликах, посвященных ориентированию. В данном случае, если мы умеем определять север по Кассиопеи, то мы, в принципе, можем его определить без проблем и в южном полушарии. Единственное, что мы не сможем найти полярную звезду, поскольку она находится за горизонтом. Но приблизительно направление на север мы все-таки найдем. То есть, проводим линию одну, проводим другую, как я уже раньше рассказывал. Находим точку первую и проводим луч в сторону горизонта. Примерно здесь где-то у нас должен быть север. Вот примерно здесь вот. Проверяем себя. Ну, как видим, немножечко промахнулся. Ну, по большому счету, метод работает. То есть, если вам не нужна большая точность, а большая точность в южном полушарии, в принципе, вам не грозит, поскольку и определение сторон света по южному кресту не дает большой точности, то, в принципе, этот метод работает. Ну, вот и все на сегодня. Если у кого-то возникнут вопросы по поводу этого метода, пишите в комментариях по данному видео, постараюсь на них ответить. Также подписывайтесь на наш паблик, ссылку на который я оставлю в описании к данному видео. А я со всеми прощаюсь. Желаю вам удачи. До скорых встреч. Пока-пока.